здравствуйте дорогие мои зрители кто меня смотрит долго тут и не выходил эфир вот сейчас наладил штатив дети все разобрали нет ни ботов ни шпунтиков все падает вот сейчас поставил камеру я думаю что нормально меня вид видно у него штативчик хоть он и небольшой какой-то дешевый с алиэкспресс там метр я думаю что хорошо мне видно значит сегодня какая мысль на нашу я тут машинку как нашел он будет меня машина еще одна она год стояла под навесом я посмотрите кадр как я ее снимал как я вообще к ней пришел ее заводить аккумулятор сел вся пыльная короче такое ощущение что это ведро вообще не заведется привет дорогие друзья у нас nissan avenir в таком состоянии порогов на этот не вижу уже колесо спущен не заводился он вот аккумулятор естественно севший листьев и действия все это будет заниматься сейчас пойдем двигать аккумулятор попробуем его завести вот сейчас работы опять мне турки я нахожусь у себя дома в своем городке здесь работать 10 тысяч рублей да вы скажете правильно хотя бы за 10 назад но не сидеть дома конечно я скоро туда пойду куда-нибудь но сегодня смысл какой я хочу как-то у меня уже это сработало было мне газелька я выжил выложил на вид объявление что ищу работу на постоянной основе перевозка груза товары и так далее вот сейчас у меня этот nissan универсал то есть как-то можете на моем канале посмотреть достависта отдавку отзыв работа в достависте там вот мой диванчик а вот мы не санчик я туда запихал диван по-моему два метра длиной то есть я сейчас хочу с рулетки пойти померить какой там грузовой отсек при сложенных сиденьях и опять же подам в авито объявление что требуется перевозки грузов там не требуется а еще работу на постоянной основе по перевозке грузов и так далее потому что такси все это мне не хочется там эти 100 рублевые заказы собирать не беспокоить не то что 100 рублевая потому что приходится сидеть и ждать а ждать я не могу а по перевозке можно очень хорошая вот найти тогда я помню года три четыре назад нашел перевозить колбасу то есть мясо комбинации везет до нашего городка дальше идет на чуваши а я разложу вот здесь в округе то есть 10 рублей с километра работа не пыльно единственный но конечно проблема что газель тент они термобудка колбаса перемораживать задерживать зарплаты но очень хорошая для для нашего горка работа то есть работа 3 дня в неделю не пыльная и там около 25-30 тысяч получалось то есть если еще в комплексе с какой-то другой работает был был очень хорошо вот то есть она и кстати windows смог переустановить что-то какой-то вирус попал поэтому мне не соединялся сейчас вот устанавливаем набор обычных программ для монтажа видео что пойдемте на улицу наверное посмотрим что за nissan и возьму рулеточку попробуем сложить сидений и замерить все так сказать там все размеры и подать объявление в авито поехали и ну что итак запись пошла нашу рулетку вышел на улицу такой nissan сейчас я вам скажу вот он у меня стоял покупку покупали моего свое время за 100 тысяч рублей брат не давал деньги видите что у нас случилось с порогами с порогами полнейший ужас есть порог но в принципе уже был гнилой но на этом не сами тоже у меня сразу получалось подработать вот я его отмыл покажу вам видео где он на был вообще в ужасном состоянии сейчас мы попробуем замерить грузовой осет так поставлю камеру надеюсь что стоит поле не прямо и что-то вам будет видно сейчас попробуем все заводится возможно даже едет а сейчас посмотрим что у нас происходит салоне конечно ужас будем приводить все в порядок то есть видите вот что у нас творится здесь кстати особенность такая у этого nissan очень хорошая но вот так здесь на свете открывается стекло они не очень удобно при загрузке но сейчас будем складывать сиденье эти тут надо еще все пылесосить сверху его помыл и внутри еще опять же напомню стояла год машина сейчас будем мерить что она здесь сложность Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Надо попробовать еще от двери померить! Давайте попробуем! Как я вам говорил, стекло! Сейчас померяем ими от стекла! Пойду, кстати, вам приехали! Субтитры делал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В принципе, говорю, если кому-то надо будет, если кто в Нижнем Новгородной области, за 100, 10 тысяч я его готов продать! Конечно, сейчас в таком состоянии берут его, говорят, давай за 60, давай за 70, потому что, опять же говорю, проблему в порогах! Мы вам показываем! Здесь уже дыра, видимо, порог прогнил, да? Арки пошли! Вот, не работает ГУР, кондиционер, естественно, тоже! Движок масло поджирает, но поджирает, опять же, он поджирает, как из-за уже, наверное, колпачков, скорее всего, поджирает немного! Ну, и эта сторона, конечно, видите, какие пороги! Здесь проблема с порогами! С промыкаем как-нибудь! Здесь, видите, уже... Здесь уже... Вот, опять же, если кто-то может помочь свою цену, предлагайте сколько стоит отремонтировать эти пороги, потому что таких не найдешь! Все говорят, надо искать похожие... Двигатели здесь двухлитровые, обычно ниссановские, то есть неприхотливые! Почему 110, говорю, здесь стоит газовое оборудование Lovato, уже четвертого поколения, ставил я его за 25 тысяч рублей, конечно, документов нету! Вот... Ну, как-то так, мало кто сейчас оформляет! То есть, довольно-таки экономичные, неприхотливые, не работает ГУР, конечно! То есть, да, перекупы там, и так далее, в таком состоянии, даже я бы, наверное, в таком... Купил бы его, ну, тысяч за 50, за 70! Вот, но, говорю, за 100 его покупал, что-то делал, ну, вложено уже... Обошелся он мне уже 1170! Я понимаю, что это никого не волнует, но все-таки говорю, если кто за 110 тысяч хочет купить данный автомобиль, пишите мне в комментариях, если кто в Нижегородской области или там с областей... Вот... Год стоял, после года зарядил, аккумулятор завел без проблем! Маслица поджирает немножко, опять из-за того, что, наверное, уже колпачки... пробег 300 тысяч, вариатор шестиступенчатый, вариатор вообще без проблем! Машина плет как танк! Единственное, я думаю, что рулевая рейка уже тоже высохла, потому что насоса от предыдущего хозяина ГУР даже нету! Вот... Дворник один... Ну, видите... Ну, потому что тоже там, видимо, сгнил привод второго дворника... Вот... Ну, говорю... У меня уже сколько порывалось! Жена говорит, давай продадим... Я говорю, продавшего за бесценок, а машина бесценна! Мне нравится мне хоть запись! Машина бесценна! То есть на ней, что хочешь переведи, что хочешь отвези, но здесь кому-то что-то надо... То есть, пожалуйста, обращайтесь в комментариях! Вот... Автомобиль завел, поехал! Есть какие-то недостатки, да, их много, там что-то задняя дверь заклинивает, не открывает... Но, опять же, это все делается... Вот, говорю, года три он у нас в собственности... Никаких особо проблем! Ну, где-то там какие-то шаровые, там что-то... Какие-то стоки стабилизатора поменять, да, что-то постукивать... Но, опять же, свою работу он выполняет... Опять же, на крыше можно что-то увезти, надо попробовать рейлинги установить... Сейчас, кстати, по мере пригодится... Вот... Если есть у кого-то в Нижегородской области предложение по работе... По работе... То есть, я нахожусь в городе Лыскал, если может какие-то... Ну, предприятия там, продукты питания развозить... Еще что-то, пожалуйста, тоже обращайтесь... Размер метра восемьдесят на метр тридцать... Сейчас я еще померю... Ну, двухметровый, по-моему, я диван туда вылазил... Вот... Такое видео... И... Я вам еще вставлю туда вставочку, как я его заводил... Это уже после мойки... Очень долго меня у вас... Отмывали на мойке... Сначала просто водой... Потом... Пеной... Потом еще... В общем, вот такие дела... Ну, все, давайте пойдем домой... Сейчас будем монтировать видео... Тут бампер немножко подделать... Крыло... Было страшно... Ну, это все мелочи... То есть... Когда машина села... Поехала... Тут, в общем-то, и без проблем... Двухтысячный год... По-моему... Двухтысячный год... Двухлитровый двигатель... Сейчас капутное пространство... Такое вам показать... вот под капотным пространство горю автомобиль стоял год